Добрый день! Коротко о новинках систем безопасности Техновости. У компании Starlight Technology из Омска увидел очень интересные ящики. Понравилось, что оборудование можно разместить в два слоя, а крышку можно использовать как подставку под мышку, и это позволит сильно сократить место на стене. На заднюю стенку можно закрепить монитор, для него есть даже специальный кронштейн веса. Но ничего нам не мешает на заднюю стенку закрепить другое оборудование, не монитор, например, блоки питания, коммутаторы или еще что-то. Пока не очень понятно, как лучше организовать кабельные линии, сколько оборудования туда влезет, влезут ли туда 16-портовые поэкоммутаторы, но точно могу сказать, что надо попробовать такой ящик в деле. Вдруг будет удобно или красиво. Компания по производству цифровых дымофонов Marshall представила GSM CUT. Именно CUT, а не SCUT. И это просто открывалка по GSM. В возможностях есть все минимально необходимые функции. Свободный проход, удаленное добавление и удаление пользователей, автоматический сбор номеров, кстати, база данных на 12500 номеров. Предлагается устанавливать эту устройство на швагбаумы, откатные ворота и домофоны подъездные. Со слов производителя, все настройки очень удобны и легко запоминаются. Если интересен более подробный обзор, я могу попробовать взять интервью у производителя, он находится в Москве, или раздобыть это оборудование для обзора. Не так давно. Для себя мы открыли дюбель хомуты под стяжку. Дюбель сбивается в отверстие 6 мм. Там очень крепко держится, и стяжкой можно притянуть гофру, оборудование, кабеля или что вам требуется. Держится все очень хорошо и выглядит вполне надежно. Мы эти дюбель-стяжки покупали во всех инструментах интернет-магазине. И это не реклама. Хотя поддержка канала не мешала бы. Кстати, самая лучшая поддержка канала – это ваши комментарии в описании. Они стимулируют делать следующие видеоролики. Хочу обратить ваше внимание, что подписка на канал технической лаборатории оформляется в отделе под этим видеороликом. И подписка бесплатная. Пожалуйста, проходим, оформляем подписку на канал техлаб. Компания PocketKey продает электронные замки на шкафчики раздевалок. И любой клиент может взять любой ключ, подойти и закрыть любой шкафчик любым ключом или своей картой. А потом забыть, какой шкафчик он закрыл. И вот для таких случаев у компании есть специальные терминалы, которые позволяют клиенту подойти к нему, поднести ключ и понять, какой шкафчик нужно сходить и открыть. И вот новость заключается в том, что на эти терминалы теперь за оплату единоразовую, ну, чтобы один раз изменить, или по абонентской плате, можно загрузить видеоролики, которые будут на 5-дюймовом экране вот этого терминала показывать какую-то дополнительную информацию, как еще один контакт с клиентом, рассказывать о каких-то дополнительных услугах и так далее. Интересно? Да, я думаю, это интересно. Я не знаю, что мешает клиентам этих фитнес-центров повесить большой монитор и воткнуть туда флешку, но если такая услуга появилась, значит, она кому-то нужна. И для тех, кто в первых рядах бежит отдавать деньги для того, чтобы на терминалах показывалось видео, знайте, для первых покупателей существует скидка. Компания Bastion добавила новое оборудование в ассортимент аварийного освещения. И там же появились новые аварийные блоки питания для освещения. Мощность блоков от 2 до 40 Вт. Энергия хранится в маленьких литиевых аккумуляторах, а выходное напряжение 220 В. Это оборудование предполагается использовать для аварийного освещения. И практически любая светодиодная лампочка от 2 до 40 Вт может использоваться в аварийном режиме при выключении электричества. Интересно? Мне кажется, стоит рассмотреть. Вы, наверное, заметили, что у меня в последнее время выходят видеоролики с выставки, которая проходила в апреле. И я хотел спросить, как вам, нравится или нет, что можно изменить. Или в следующем году, когда поеду, хотелось бы получить какую-то обратную связь. Смотрели ли вы эти видеоролики и на какой секунде у вас хватило, чтобы их выключить. Возможно, что-то понравилось. Оставьте, пожалуйста, обратную связь. А еще самое главное. Если вы хотите поделиться какой-то новостью, чтобы я ее озвучил в этих выпусках, просто в комментариях к этому видео оставить комментарий со ссылкой или с желанием того, чтобы я с вами связался или вы со мной связались и сообщили о какой-то новости интересной. А на этом, наверное, все. Спасибо. До свидания.